Ситуация на границе Украины и России на дорогах, которые ведут в Крым, продолжает накаляться. Там скопились сотни грузовиков, их не пропускают на российскую территорию украинские радикалы. Зачем они устроили эту продовольственную блокаду полуострова, непонятно. Пострадают прежде всего украинские производители сельхозпродуктов, для которых Крым важнейший рынок сбыта. А ситуация, подтверждающая поговорку, на злотёще выколю глаз, пусть у него будет взять кривой, в репортаже Юлии Ольховской. Депутат Верховной Рады Украины Поросюк, тот самый, что любит устраивать драки в парламенте, на этот раз взял на себя функции регулировщика. После того, как радикалы перекрыли движение перед украинским КПП, вереница из грузовиков растянулась почти на 5 километров. Я отдыхал в Ялке, ещё вопросы нет. Приехал, я сказал, приехал, командир батальона правого сектора, вопросы. Организаторы блокады, боевики не только запрещенного в России правого сектора, но и других националистических группировок. Депутаты украинского парламента, представители так называемого Меджилиса крымских татар, поддерживающие действия официального Киева. На данный момент для грузовиков закрыты все три пропускных пункта. Чеплинка, Каланчак и Чингар. Легковые автомобили пропускают лишь если они вообще ничего не везут, либо если вес груза не превышает 50 килограммов. Акцию поддерживают и некоторые украинские СМИ. Снимают автомобильные очереди с воздуха, размещают музыкальные ролики. Официальный Киев как будто не замечает, что граница перекрыта уже вторые сутки. У водителей, которые застряли в очереди, возникает вполне логичный вопрос. Почему ни власть, ни правоохранительные органы никак не реагируют на действия радикалов? У меня есть все документы на то, чтобы я мог проверить. Если заплатили государству все взносы, наверное, так, если таможня мне дала добро, кто мне должен запретить? Я не могу понять. Кто отменял экономические правила жизни? Никто не отменял. Кромеоборот товара. Это деньги, это идут на пенсии должны, налоги какие-то платить. Ну как это так? Как сообщает в украинском МВД, на границе сейчас находится 170 милиционеров. Но никто из них, по словам водителей, даже не пытался разблокировать движение. При этом и с украинской, и с российской стороны все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Однако со стороны Украины грузовики до них просто не могут доехать. Их разворачивают за несколько километров до границы. Никаких сбоев нет. То есть мы готовы к оформлению лица транспортных средств, следующих как на въезд в Российскую Федерацию, так и на выезд из Российской Федерации. По мнению политологов, идея устроить блокаду полуострова выглядит как минимум странно, если вспомнить заявление президента Порошенко о том, что Украина не должна забывать о Крыме. Эта акция скорее работает против заявленной идеи о том, что Крым нужно вернуть Украине. Крым это в первую очередь люди, которые там живут. И вот именно за людей, если Украина думает о Крыме дальше, Украина и должна бороться. А не просто за территорию, как мы наблюдаем на данный момент. Многие запрошенных журналистами жителей полуострова озвучивают такое же мнение. Украина ведь говорит, что Крым это Украина, а в итоге показывает, что бросает нас украинцев. И так сделали эту транспортную блокаду. К детям в Киев нормально не добраться, нужно пешком границу переходить. Так теперь еще и это. Мы действительно нужны Украине. Мы в состоянии себя прокормить, поэтому нам ни из Европы, ни с Украины ничего не нужно. По словам главы Крыма Сергея Ксенова, о готовящейся блокаде на полуострове знали заранее. При этом пострадают от нее прежде всего сами же украинцы. Ударит только по сельхозпроизводителям Херсонско-Николаевско-Запорожских областей. В первую очередь будет негативный эффект у граждан Украины. Я лично думаю, что все это вызовет в том числе ответную реакцию у жителей, проживающих на территории Херсонской области, которые исторически и традиционно имели связи с крымскими рынками поставок продовольствия. По данным Аксенова, украинская продукция занимает всего 5% от общего числа товаров в магазинах. В российском правительстве также подчеркивают, продуктами полуостров обеспечен. Мы соответствующим образом подготовились и регионы России, которые оказывают шерстскую помощь, начиная с апреля прошлого года, шерстскую помощь Республике Крым, обеспечили поставки в соответствующие торговые сети, поставки продовольствия. Никакого ажиотажа, повышения цен в связи с этим в настоящее время нет. Крымские татары обвинили поддержавших акцию представителей Меджилиса в том, что те пренебрегают интересами своего же народа. Продовольственная блокада, блокада границы между Крымом и Украиной, это, скажем, один из шагов, предпринимаемых ими для того, чтобы отягощить ситуацию именно крымских татар. Потому что на сегодняшний день многие крымские татары занимаются торговлей между Украиной и Крымом. Тем временем организаторы заявляют, что акция бессрочная. Называют ее приграничным Майданом, продолжают сооружать баррикады из бетонных блоков и строят в поле сцену.